В этом видеоролике рассматривается операция редактирования модификаторов смещения в редакторе профилей. Сейчас мы видим профиль с несколькими модификаторами, которые мы настроили в предыдущем видеоролике. Чтобы выбрать модификатор смещения, можно воспользоваться списком модификаторов в менеджере профилей, или же просто щелкнуть в окне редактора профилей на его размерной линии. Щелкнув на конечной точке размерной линии, вы можете переместить ее в любое другое место, чтобы изменить привязку и направление смещения модификатора. Теперь давайте рассмотрим назначение дополнительных ребер, смещаемых в результате действия одного модификатора. Для этого надо навести курсор на размерную линию или на смещаемое ребро, а затем нажать появляющуюся кнопку добавления-удаления ребер. В результате в процессе перемещения курсора доступные ребра будут выделяться синим цветом. Теперь нам требуется только указать ребро, а затем еще одним щелчком мыши задать направление его смещения. Давайте сохраним профиль и переключимся в окно плана, чтобы убедиться в том, что оба реброполки будут теперь перемещаться совместно. Вернемся в редактор профилей, сделаем двойной щелчок на название только что от редактированного модификатора и введем новое название – высота стенки. Теперь рассмотрим связывание модификаторов друг с другом. Давайте добавим новый модификатор толщина полки. И с его помощью зададим смещение нижнего ребра полки с привязкой к ее верхнему ребру. Обратите внимание, что расположение верхнего ребра зависит в свою очередь от модификатора высоты стенки. То есть если мы будем перемещать верхнюю поверхность полки, то нижняя ее поверхность тоже будет перемещаться. Однако саму толщину полки можно редактировать независимо от параметра высоты стенки. Сейчас давайте выберем модификатор смещения ротверка и попробуем задать для него дополнительные размеры. Нажав кнопку добавления размера, щелкнем на противоположном наклонном ребре. А затем укажем то же направление смещения, что и для уже ранее заданного размера. В результате один и тот же модификатор смещения будет определять расположение сразу двух ребер. Теперь на примере модификатора высоты стенки давайте рассмотрим изменение направления смещения. Пожалуйста, обратите внимание, что если размерная линия расположена перпендикулярно смещаемому ребру, то направление его стрелки смещения нельзя изменить, так как оно всегда совпадает с направлением размерной линии. Однако вы можете изменить направление ребер, добавленных позднее. Для этого достаточно навести курсор на стрелку и сделать на ней щелчок. В этом примере два ребра будут смещаться в противоположных направлениях. При добавлении дополнительных размеров направление смещения можно изменить при помощи статичной привязки. В результате ребра тоже могут смещаться в противоположных направлениях. Размеры можно задавать не только перпендикулярно, но и под наклоном. Например, давайте создадим новый модификатор для смещения двух вершин наклонного ребра. Теперь нажмем кнопку добавления и удаления ребра. Как видите, здесь мы можем выбрать один из трех вариантов ориентации размера. Горизонтальную проекцию расстояния между двумя точками. Вертикальную проекцию. Или исходное расположение. Чтобы отменить возможность смещения ребра, нажмите кнопку добавления и удаления ребра, затем наведите курсор на размер или на ребро, и сделайте щелчок, когда оно окажется выделено красным цветом. Обратите внимание, что при удалении всех размеров модификатор помечается в менеджере профилей восклицательным знаком. Удалить любой выбранный модификатор вместе со всеми его размерами можно при помощи кнопки, находящейся внизу панели модификаторов.